Всем привет, вы на канале CryptoCommands, ребята, и сегодня мы поговорим о нашумевшей теме. Это Golden Cross на биткоине. Как вы можете видеть, он подслучается у нас прямо сейчас. Золотой крест или золотое пересечение. Что это такое исторически, к чему это приводило, давайте посмотрим и обсудим, чего ждать в этот раз. Если вам нравится криптоконтент, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, если вы зашли впервые. Вот, в общем, на биткоине случилось пересечение 50-й и 200-й скользящих средних на дневном таймфрейме. Это называется Golden Cross. И исторически это приводило к очень хорошим движениям, особенно когда мы отталкивались от дна рынка, где мы потенциально сейчас находимся. И вот, посмотрите, что было конкретно в прошлые два раза, о чем мы, кстати, писали сегодня у нас в Телеграме. Проверьте обязательно подписочку еще на наш Телеграм-канал, чтобы не пропускать важные уведомления. Такое глобально было, собственно, сейчас происходит третий раз, то есть было до этого дважды. Я имею в виду такое, в плане, что мы выходили именно из долгого накопления на дне рынка. И обратите свое внимание, что в 2019-м все прошло очень гладко, мы просто сразу полетели наверх. А в 2015-м у нас после пересечения, после Golden Cross сначала был сильный дамп процентов на 40. Давайте увидим это на графике. Да, вот у нас был Golden Cross предыдущий, когда мы сразу улетели достаточно хорошо по биткоину, еще на 176% с момента пересечения. Но, кстати говоря, после этого, обратите свое внимание, что мы все равно вернулись ниже, чем та зона, где был Golden Cross. То есть Golden Cross у нас был вот здесь, а в итоге на коронадампе мы ненадолго, правда, но падали ниже. Падали ниже этих значений и потом удержали их, грубо говоря, как поддержку. Вот, поэтому Golden Cross, опять же, это не значит, что сейчас прям to the moon, to the moon. Вот, посмотрите, как было в позапрошлом разе, опять же, был Golden Cross, вот здесь он случился. Мы при этом были на относительно локальных хаях, после чего упали примерно, ну, я не знаю, где мы были точно, но вот на 40, на 40 с чем-то процентов, если считать тень, мы упали. Хоть и после этого сразу выросли и пошли уже дальше наверх все равно. То есть после этого, глобально после этого Golden Cross'а биткоин вырос на 7500 процентов, понимаете? А после этого Golden Cross'а глобально, опять же, биткоин вырос на 1200 процентов. Поэтому с учетом уменьшения возвратов, если после этого Golden Cross'а биткоин вырастет хотя бы на 400 процентов, например, то мы увидим биткоин по 100 тысяч долларов, собственно, в этом нет ничего удивительного. Вот, но смотрите, что еще у нас здесь есть, что, на мой взгляд, более пугающее. Это недельный таймфрейм, ребята, и недельный потенциальный крест смерти, который сейчас вот-вот может произойти. Как вы можете видеть, эти две линии максимально сближаются на недельном таймфрейме, чего не было за всю историю еще ни разу. Точнее, не было ни разу их пересечения, а максимальное их сближение было вот здесь, опять же, на абсолютном дне рынка. То есть, с этой точки зрения сейчас очень хорошая точка входа, потому что такое было всего единожды вот здесь. И, как вы можете видеть, это была лучшая точка входа. Но, ребята, есть одно но. Мы еще никогда так долго не находились под 200-м недельным мувингом, как сейчас. Посмотрите, здесь мы его немного прокалывали и сразу же отскакивали. То есть, телами свечи не закреплялись ниже. Здесь на коронадампе тоже. То есть, мы всегда удерживали 200-й мувинг на недельном таймфрейме как поддержку. Много-много раз. И в этот раз, посмотрите, мы не удержали 200-й мувинг. Мы упали ниже. Да, мы там с вами разбирали, что по общей капитализации крипторынка мы вроде как удерживаем. По альткоинам, точнее. Но все равно, на самом деле, мы упали сильно ниже. И сейчас потенциально тестируем его как сопротивление. Так вот, ребята, в ближайшее время прям решается судьба биткоина. Потому что, если мы сейчас отвергнемся отсюда и пойдем вниз, то тогда случится действительно крест смерти, как вы можете понимать. И это будет означать статистически, опять же, погружение в гораздо более длительный медвежий рынок. Хотя, опять же, никаких гарантий. То есть, может все равно случиться памп. И то, что сейчас мы видим, это и есть памп в крест смерти. Обычно в Death Cross случается памп. Но на младших таймфреймах он случается в него. А потом мы все-таки отваливаемся и идем вниз. Вот. Но на младших таймфреймах у нас уже были Death Cross. А на старшем еще не было. Поэтому давайте посмотрим, что будет. Потому что, если мы сейчас пробиваемся, скажем, биткоин все-таки прорывается куда-нибудь тысяч на 30 или выше, то это меняет картину. Здесь не будет этого кросса. И, собственно, это будет картина, примерно вот, которая у нас была вот здесь. Поэтому давайте смотреть, чем это все закончится. Опять же, хочу вам напомнить, что у нас здесь очень хорошая дивергенция, которая вот и начала отрабатывать. Помните, вот у нас было падение здесь. И повышающиеся минимумы на осцилляторе. И вот, тоже никто не верил. Все говорили, что это будет падать. В итоге, посмотрите, как отрабатывает дивергенция. Поэтому сейчас мы смотрим с вами за этим уровнем сопротивления, где у нас потенциальный Death Cross. Это примерно 25 тысяч долларов, ребята. Затем, как цена биткоина поведет себя там. Пробьем ли мы его и закрепимся выше? Или упремся в него и пойдем стоять во флете, что тоже возможно. Это тоже будет хорошо для быков. Либо мы сейчас встретим там серьезное сопротивление, и идем в коррекцию, и уже будем смотреть тогда какие-то уровни там по Fibonacci или куда мы можем уйти. Опять же, если это все начнет падать, ребята, потому что сейчас, да, биткоин держит на четырехчасовом таймфрейме. Сейчас биткоин держит вот эту вот плиту. Тут даже можно сказать, что есть восходящая поддержка. Но, тем не менее, если мы сейчас ее не удерживаем, то у нас появляются уже какие-то уровни для коррекции, о которых мы с вами говорили. 0.23 Fibonacci, 22.200, 0.38, 20.900, 0.5, 19.800. Почему бы и нет? Биткоин может легко сходить, да вот хотя бы даже, опять же, к двухсотке на четырехчасовике, это 21.300. Может кольнуть туда, вот на предыдущую поддержку? Может. Поэтому локальные коррекции никто не отменял, ребята. Но глобально, еще раз вам говорю, если вы отдаляетесь на недельки, а лучше даже на месяц, то вы видите, что у нас только-только начались зеленые свечи Хайканаши на зеленой месячной точке на Сайфере. Я вам напоминаю, что таких точек на Сайфере всего было три. Вот они были все на дне рынка. Но, опять же, здесь была еще красная и был флет с дампом, поэтому может все еще быть затяжное накопление. Это стоит тоже держать в голове. Так, теперь, что вчера было, собственно, ребят? Смотрите, в чем прикол, короче. Все ждали речи Паула. На всякий случай вышли из позиций. Половина на всякий случай вышла из позиций, а половина зашортила на всякий случай, потому что рецессия же. В итоге, что мы увидели? Памп. Здесь выбило по стопу всех, кто зашортил. И тут же впрыгнули в Фома те, кто вышли вот здесь, потому что уже все, что за Мун. Прыгнули в Фома, а стоп поставили куда? А стоп поставили, конечно же, за вот этот вот лоу. И что случилось с их стопом? Вынесли его к чертям. И после этого рынок развернулся и пошел наверх, как обычно и бывает. Поэтому я вам всегда говорю, ребят, что лучше быть частично в ракете, ну и частично докупаться на вот таких вот просадочках, которые мы и видим. Вот. Вот. Еще вам хочу сказать сейчас очень много вопросов по поводу P2P, обменники, как выводить, как заводить. Ребята, мои личные два любимых обменника, которыми я пользуюсь, это Шахта и FastChange. Там куча направлений во все стороны. Ссылки на них вы найдете в описании. Рабочие обменники, вот они. Пользуюсь сам, пользуются друзья, всем рекомендую. Никаких траблов не было ни разу. Опять же, напоминаю вам, что по приборной панели Бенджамина Коуэна у нас с вами очень низкий риск. То есть, все метрики указывают на то, что вот у нас общая недооценка сейчас составляет 42% по трендовой CoinMarketCap. То есть, грубо говоря, там памп на 80% сейчас просто в рамках технического отскока уже давно напрашивается. И очень низкий риск. И что мы видим по графикам социальных медиа? Очень полезная метрика, кстати, на сайте IntoTheCryptoverse. Мы видим здесь, что абсолютно исчез интерес, розничный интерес. Посмотрите, то есть, вот метрика новых подписчиков на YouTube, на самых больших криптоканалах англоязычных. Никто не подписывается. И я вам хочу сказать свое наблюдение. Действительно, посмотрите, на бычьем рынке у нас был огромный рост подписчиков. Но на медвежьем рынке у нас был флет. И я вам больше скажу. У нас был даже не только флет, у нас были и дампы. И не только у нас, а у всех крупных каналов. Посмотрите, если мы здесь приближаемся, то мы видим с вами не только рост или флет, но мы видим также и дампы. Вот прям за последние несколько дней мы видим, что подписалось где-то 200 человек на наш канал. Большое вам, кстати, спасибо, ребят, кто подписывается и ставит лайки. Вообще, респект. Но отписалось при этом 10 человек. Видите? И вот эти отписывающиеся, кто это такие? Это, конечно же, те, кто разочаровались в рынке. Это очень бычий сигнал. Вот, видите, какие были серьезные отписки, пока мы ничего не делали? И это очень бычий сигнал, ребята, потому что зеваки уходят. Галимые спекулянты, которые хотели быстрых иксов и кнопки бабло, они уходят с рынка, ребята. Остаемся только мы с вами, настоящие ходлеры. И я вижу здесь очень бычую чашку с ручкой на этом графике. Я вижу, что мы готовы с вами пробить сейчас это сопротивление в 95 тысяч, поэтому давайте поднажмем, ребят. Спасибо вам большое. И я вижу, что рынки развернулись по этой метрике. По YouTube-просмотрам, по подписчикам я вижу, что вот мы уже прошли фазу медвежатины, дампа, консолидации и выходим сейчас. Посмотрите, видите, мы практически пробиваем это сопротивление. Поэтому, ребята, когда, если не сейчас, еще раз вам говорю, здесь все сигналы уже сказали, что это дно, причем еще на 20 тысячах. И это все является ложным заколом. Ну, ребят, я вам неустанно это повторяю, но просто когда все уже будут об этом говорить, будет поздно. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы вы были в ракете. Напоминаю, что на Битгете сейчас идет турнир. По ссылке из описания добавляйтесь, вступайте в наше состязание и торгуйте, как обычно, всеми фьючерсными парами. Вот мои сделки на Битгет. 5 биткоинов, 100 биткоин кэш, 300 лайткоинов и 2000 чейнлинков. Торгую в инверсных парах, все, инверсные контракты. Вот страничка нашего состязания. Еще 17 дней, ребята, высокий шанс на победу, потому что очень немного участников. Так что переходите по ссылочке обязательно и нажимайте здесь «Зарегистрироваться». Вот, на Байбите тоже держу все позиции. Все еще в деле. Посмотрите этот бычий флаг потенциальный, о котором мы с вами говорили, локально по биткоину, с пробоем куда-нибудь на 32 тысячи. Это то, чего я сейчас жду. Но помним о том, что может быть дамп, могут быть локальные коррекции. Вот прямо сейчас, когда я это записываю, опять все сползает. Но в целом мы видим, что потом отскакивает еще лучше. Дэш тоже я держу. Позицию на Байбите. Но, правда, у меня позиция по дэшу меньше, на фиче меньше, чем на споте. Но я так по приколу ее держу, жду, что сейчас дэш куда-то на трехзначный улетит в какой-то момент. Потому что, посмотрите, как он красиво уже пробил вот это горизонтальное сопротивление прямо сейчас. Вы можете видеть сами, прямо сейчас дэш пробивает свое горизонтальное сопротивление. И там, кстати, по нему сейчас очень часто проходит дэш core development, эти созвоны. В общем, что-то происходит там, короче, у них. Движуха какая-то происходит. Эфир, мана, XRP, в общем, все понемножку держу. Стою наверх. Мана, кстати, стрельнула неплохо. Но у меня уже там малая часть, поэтому я плавно разгружаю. А, спекулятивный трейд на Femex. Смотрите, снова в безубытке. Блин, сегодня утром был в плюсе на пару тысяч долларов. Спекулятивный трейд на Femex в большом плече. Это вообще дисклеймер, ни разу не финансовый совет. Но, если он вернется к средним значениям, то вот где у меня стоят лимитки на первые заборы. Я жду, что мы сейчас реально пойдем пробивать 25 и куда-то на 30 тысяч. Но посмотрим, ребята, все ссылки в описании. Торгуйте осторожно. А, еще новый DEX от Bybit, кстати. Apex Pro. Я завел 200 баксов, вот начал торговать пока в минус 35. Очень прикольный DEX. Можно торговать хоть там с 30-м плечом абсолютно без KYC. То есть через MetaMask, вот через Binance Smart Chain или там через Matic, через любую сеть. Вот, все, друзья, все ссылки в описании. Вступайте к нам в Telegram. Накапливайте крипту. Пока у нас с вами такой низкий риск. И всем профитролей. До следующей встречи. Пока. Продолжение следует...